Здравствуйте! Сегодня в нашей студии гость Часул Ксебитов, профессор PHD, представляет Евразийский университет имени Ивана Николаевича Гумилёва. Он наш в последнее время популярный гость, поскольку мы с ним уже несколько раз встречались. Мы читали интервью по Золотой Орде, он участвовал на конференции в Золотарменском форуме в Казани. Сегодня речь пойдет о другой сфере, другом направлении, в котором Часул Ксебитов достаточно активно реализует. Это популяционная генетика. Так это? Да. Хорошо. Вам слово. Я, в принципе, являюсь больше историком по своему призванию. И популяционную генетику я рассматриваю больше как прикладную историческую дисциплину, которая позволяет дать ответы на некоторые исторические вопросы. То есть, например, когда человека откопают, мы не можем узнать, в какой он культуре относился, кому он родственник был. Но если мы возьмем палео ДНК, мы можем примерно ответить, кому он родственник был, где его потомки живут, то есть откуда он пришел сам. То есть это вот такой очень хороший инструмент для того, чтобы реконструировать нашу историю, когда вот нету никаких больше других вариантов. Хорошо. Но вот эта популяционная генетика – это одно из современных направлений научных исследований? Да. Ну, в принципе, сами генетические исследования начались с 90-х годов. Очень широко они распространились в 2000-х годах. Сейчас уже идет абсолютно такой бум. Ну, идет немножко… Вот если в 2000-х годах были исследования больше современных популяций, современных народов и людей, то сейчас идет бум палеогенетический. То есть исследуется палео ДНК разных народов, культур археологических, народов, которые жили в древности, о которых мы мало что знаем. И этот бум, он в ближайшие пять лет откроет очень много нового, даст очень много новой информации о тех людях, о которых раньше мы только могли фантазировать, откуда они пришли. Хорошо. Таким образом, получается, что палеогенетика, вот как наука, развивающаяся в Казахстане, это Казахстан идет в тренде научных исследований? Ну, тут можно сказать, что, безусловно, казахстанские ученые принимают участие в палеогенетических исследованиях, но в основном, конечно, это все, как бы, это участие больше идет как поставщика материалов. То есть, территория Казахстана на данный момент еще не сильно исследована, но в ближайшие два-три года будет обвлековано большое количество статей, я думаю, которые дадут очень много нового и ценной информации о разных археологических культурах, которые были на территории Казахстана. Казахстан больше является законодателем МОД в исследовании Y-хромосомы, мужской Y-хромосомы, которая передается и среди современных популяций. То есть, мы исследуем именно казахов и часто находим такие вещи, которые действительно очень интересны с научной точки зрения. И вот тут Казахстан в определенной степени является одним из лидеров. Вот здорово. Можно об этом поподробнее? Ну, условно говоря, вот наши исследования полиморфизма Y-хромосомы, то есть, именно мужской линии казахов, они начались где-то в 2007 году. Начались они параллельно, с одной стороны, это был сайт ELIMKIZ, где очень большое количество людей, которые интересуются щежире, пытались с помощью генетики ответить на некоторые вопросы своего происхождения. То есть, были у нас люди, которые детдомовцы, они не знают, то есть, им вообще трудно восстановить свою щежире, если ты больше ничего не знаешь. Ну, генетика вот стала одним из таких вариантов, когда человек может восстановить свою генеалогию, понять, какого он происхождения, ну и к какому племени он относится. То есть, это вот первая сфера, по которой мы пошли исследования. Вторая – это вот чисто научное исследование. Есть большая, была большая программа National Geographic, которая спонсировалась каналом National Geographic, и она была нацелена на исследование этогенеза всех народов Земли. И тут мы как бы сотрудничали, вот я сотрудничал, в принципе, с московскими генетиками, Балановскими, Олегом Павловичем и Еленой Владимировной, которые приезжали в Казахстан, собрали большой материал, но, к сожалению, тогда работа остановилась из-за некоторых субъективных причин. Ну, сейчас она продолжается. Существует в Казахстане несколько коллективов, которые работают в этом направлении. Это Назарбаев университет, генетики Назарбаев университета, это один из ведущих коллективов, с которым я сотрудничаю. Второй – это Национальный центр биотехнологий, которые этим тоже занимались на ранних порах, еще в 2011-2012 годах, но сейчас немножко отошли в сторону. Есть еще лаборатория, которая входит в Институт общей генетики и цитологии, который находится в Алмате, и еще одна алматинская лаборатория, но они как бы меньше производят научного знания, то есть, в принципе, фактически я не видел у них публикаций в престижных научных журналах. Хорошо. Такой вопрос. Как государство у нас поддерживает исследования в этой сфере? Ну, тут надо сказать, что, с одной стороны, оно финансирует отдельные гранты, то есть, у Назарбаев университета был отдельный грант, в НСБ, я так думаю, тоже были отдельные гранты, в той же Институте общей генетики и цитологии там вообще, помимо отдельного гранта, есть еще целое госзадание, которое им поручили выполнять, то есть, реконструировать историю Казахстана. Также еще в одной лаборатории там есть исследования тоже, то есть, по определенной части казахов, то есть, по одному жузу. Ну, государство поддерживает, с одной стороны, эти исследования, но, с другой стороны, как бы, результаты еще пока не вышли, так, чтобы понять, насколько эти исследования были результативными. Ну, вот какие-то результаты должны быть, да, вот начнут исследования, которые казахстанцы могут уже, как бы, гордиться? Ну, если мы возьмем одно из таких исследований, которое было, условно говоря, передовым, это наложение исторической и генетической картины мира на друг на друга. То есть, фактически, есть Y-хромосомы, это мужская линия, в которой есть определенная скорость мутаций. Их можно измерить и сравнить. Вот, люди, например, у нас была статья по аргинам, в которой мы взяли мифологическую щежире, то есть, вот щежире, которое, ну, мы не знали, насколько она достоверна. Мы исследовали представителей рода аргин, разные подроды, у каждого записывали щежире, 20-25 колен, там у всех по-разному было. Это же устная информация? Да, устная информация. И мы эту устную информацию занесли в анкету и потом сравнили полученные результаты с устной информацией. Оказалось, что щежире во многом достоверный источник. И по аргинам вышла хорошая картина, что мы восстановили, и, получается, человек, который жил по щежире примерно в середине 14 века, основатель рода аргин, совпал с генетическими результатами. То есть, согласно генетическим результатам, основатель этой популяции жил в 1355 году плюс-минус 110 лет. Здорово. То есть, вы добрались до Ахжолби, до Эдпожа? Ну, фактически, да, до него. То есть, фактически его датировали. Но так как он в источниках не фигурирует, фигурирует его сын Карахаджа, мы, в принципе, примерно по нему и ориентировались. Потому что он там в 1405 году четко фиксируется, как посол Тахтамыша к Тамерлану. И, в принципе, это совпадает с щежире. Что вот генетические данные и исторические данные, они совпали. И вот здесь мы, получается, именно в этом плане казахи выступили одним из лидеров. То есть, с помощью этой технологии первые, кто себя исследовал, то есть, это полный секвенс игр в хомосом, это были евреи. Казахи оказались тут на втором месте после евреев. Ну, как бы мы близки к евреям, да? Ну, мне кажется, тут евреи близки ко всем. Потому что это самый сложный народ. Хорошо. Так, давайте вот так вот. Поскольку наши пользователи, мы, как бы, обычные граждане Казахстана, слабо разбираемся в популяционной генетике, попробуйте нам, как бы, на простых примерах объяснить, что это такое, что такое гаплотипы, гаплогруппы, маркеры, то есть, те термины, тот понедельный аппарат, которым вы пользуетесь. Так, ну, давайте начнем с того, какие есть виды генетических анализов. Фактически существует три больших вида генетических анализов. Это анализ полиморфизма игр в хомосомы, то есть, это прямая мужская линия. Второй – это анализ, получается, митохондриальной ДНК, то есть, прямой женской линии. И третий – это анализ аутосомы, то есть, ну, полногеномные исследования сюда тоже относятся. То есть, анализ всех линий. И, условно говоря, вот эти все линии, они, все эти виды анализа, они показывают немножко разную картину. Ну, потому что так получилось, фактически. И когда мы говорим про гаплотипы и гаплогруппы, это касается именно мужской линии. Но здесь надо понимать, что… Вот представьте, у вас мужская линия – это всего лишь там 85 генов из 28 тысяч. То есть, это 0,3 всего генома. То есть, эти данные нельзя абсолютизировать. И эти данные очень интересны для того, чтобы реконструировать чижире, реконструировать историю, понять, к какому-то роду относятся, но не более. На самом деле, очень интересны именно полногеномные исследования также. То есть, также интересны, менее интересны для историков именно митохондриальная ДНК, потому что мало кто помнит мать-матери. То есть, женскую линию у нас никто не отслеживает. Слабо. Да, слабо отслеживают. И поэтому, фактически, для историков очень важны исследования мужской линии и полногеномные исследования, потому что они дают четкую картину. То есть, и, во-первых, современного населения, и, во-вторых, древнего населения. То есть, можно все проследить. Так, если мы говорим гоплотип и гопогруппа, это такие вещи, которые сделаны для того, чтобы понимание результатов анализа были более понятны простым людям. То есть, когда вы получаете генетический анализ, на самом деле большинство людей, которые почитают генетическую статью, они ее не поймут. Потому что это очень сложный язык. Да, я пытался, но там надо разжевывать. Да. А вот гоплотипы и гопогруппы, их специально придумали для того, чтобы люди по определенным характеристикам, примитивизированным, понимали, куда они относятся. И, соответственно, вот эти гоплотипы и гопогруппы, это, условно говоря, вот есть такая мутация, например. В такой-то, в позиции 3 951 506 произошла замена аденина на гуанин. Но вот это никто не запомнит. Но если это вы назовете гопогруппой R, это все запомнят. Я гопогруппа R, все. И, соответственно, вот это как бы упрощает понимание для тех неспециалистов, которые хотят узнать больше. Вот это как бы… Поэтому гоплотип и гопогруппа – это такие вещи, которые сделаны для того, чтобы упростить понимание вот этого процесса. Хорошо. Маркеры? Маркеры – это участки ДНК, которые замеряются. То есть, фактически есть два вида маркеров. Ну, вот как раз вопрос. Если вы профессиональный биолог, вы говорите «маркер». Если вы не профессиональный генетик, вы говорите «маркер». То есть, на самом деле, говорят «маркеры». Да, маркеры бывают двух видов – SMP и STR. SMP – это Single Nucleotid Polymorphism. То есть, это однонуклеотидные замены. То есть, представьте, вот ваше ДНК – это как Великая Китайская Стена, где 5 миллионов кирпичиков. И SMP-мутация на SMP-маркерах – это фактически замена одного кирпича из этого на другой вид кирпича. То есть, мы знаем, что эти кирпичики – они два четырех видов – аденин, гуанин, тимин, цитозин. То есть, и вот мутация – это замена вот этого кирпичика на другой. Вот это как бы SMP-мутация. То есть, она такая. То есть, если SMP-мутация случилась, она как генетический шрам остается у всех потомков. И, соответственно, вы можете по ней отслеживать миграции, да. STR-мутации – они менее ценные, потому что они могут происходить у несвязанных между собой людьми в одинаковом направлении. Поэтому, как бы, сейчас мы уже отходим от STR-мутаций, от STR-мутаций маркеров. Потому что, как бы, они интересны, но менее достоверны. Хорошо. Так. Ну, давайте вернемся к казахам. Да. ДНК казахов. Откуда они происходят? С кем они совпадают? Это очень интересный вопрос. На самом деле, вот тоже, если смотреть по разным системам родства, мы можем увидеть разную картину. То есть, давайте для начала возьмем аутосомные маркеры. То есть, казахи как этногенетический коллектив, когда он возник. Вот то, что мы называем казахами, та комбинация генов, когда она возникла. Было очень хорошее исследование Байзита и Нузбаева и его соавторов, в том числе Балановских, Елена Владимировна и Олега Павловича, по экспансии тюркских народов. Как тюркские народы сложились, в какое время они сложились и какой компонент у них общий. То есть, и данный вид анализа, то есть, там, к сожалению, не участвовал ни один казахский генетик, но данный вид анализа показал, что казахи как этногенетический коллектив возник в 13-14 веках. Ну, это территория Улуса Джучи, то есть Золотой Орды, где казахи как один из народов и его наследников возник. Безусловно, тот коллектив, который тогда возник как генетический коллектив, он не назывался казахами, он стал называться позже. Ну, ядро. Да, но это ядро, оно возникло именно тогда. Причем здесь данные генетики, они совпадают с данными антропологии. Если мы берем антропологию того же нашего классика Урзака Исмогулова, он четко фиксирует, что 13-й век – это изменение населения Казахстана с увеличением монголоидности на 20%, с 50% до 70%. И это вот именно тот вариант антропологический казахов, который мы имеем сейчас. То есть, антропологическая внешность кочевников 13-го века уже не отличалась от современных казахов. То есть, и получается, вот по аутосомам казаки как этногенетический коллектив возникли в 13-14 веках. И, в принципе, вот так вот этот тип сохранился, да? Да, то есть, в генетическом плане. Если мы берем мужскую линию, то там немножко другая картина. У нас по мужской линии обычно отслеживается, она очень хорошо коррелирует с чижире. То есть, мы берем чижире каждого племени и начинаем по нему смотреть, что это, как совпадает, не совпадает. То есть, в основном, конечно, совпадает. Плюс еще надо отметить, что вот мужская линия, она позволяет еще ответить на вопрос, какая из версий происхождения племен более верная. То есть, у нас по аргенам было 14 версий происхождения. Откуда это племя происходит? Мы взяли анализы, протестировали, проанализировали и поняли, что, ну, 12 версий точно никуда не годятся, их можно выкидывать сразу. Потому что те версии не попадают к современным народам, которые являются наследниками тех народов. А две версии, ну, возможно, они правы, но надо еще дальше исследовать. То есть, исследования мужской линии позволяют локализовать происхождение рода конкретного с помощью именно совпадений с современными популяциями. То есть, что касается женских линий, вот там было тоже очень интересно, но это проводила очень такой генетика, как Березина. Она опубликовала свою диссертацию, защитила в Казахстане, и она заметила, что на самом деле многообразие женских линий у казахов в три раза больше, чем у оседлых народов, ну, к примеру, у русских. То есть, женщины у казахов, они были со всей Евразии, то есть, начиная от острова Хайнань, заканчивая в Великобритании. То есть, это разнообразие было очень большое. Ну, это плюс, наверное, да? Да, это, в принципе, шло из-за того, что народ был кочевой. Когда народ кочевой, то он более мобильный, он больше связан миграциями, и больше генетических таких перемещений происходит. Да, хорошо. Так, вот интересно, как нужно отследить с помощью популяционной генетики вот такие вопросы? Допустим, у наших родственных турецких братьев есть такая концепция, что есть Алтай, который они называют Атадулу, это как родина тюрков, и есть Анталия, Анадулу, это где они сейчас проживают. Вот они показывают Атадулу, откуда мы происходим, Анадулу, где мы находимся. Вот. То есть, концепция, получается, тюркского расстеления идет с Алтая всех мест. А, допустим, концепция современных западных ученых, Картера, например, он придерживается библейской версии и говорит, что популяционная генетика это доказывает, что все народы растерялись с Ближнего Востока. Вот что вы по этому поводу скажете? Ну, вообще, если так брать, все народы вышли-то с Африки, Ближнего Востока это уже позже было. А здесь стоит отметить, вот я как бы упустил один момент, если мы берем тоже вот аутосомные маркеры, вот наиболее близкие казахам народы, самые близкие это будут именно каракалпаки, вторые это кыргызы. А нагай? Нагайцы чуть дальше будет, потому что у нагайцев произошло в определенной степени смешение. То есть, у нас разные были истории. То есть, нагайцы это был огромный средневековый народ, который, во-первых, влился в соседние народы все. То есть, от татар до крымских татар и казахов, и там, условно говоря, даже у кыргызов есть, условно говоря, нагайский компонент, и у румынских турок. То есть, это огромный народ, который рассеялся по частям, и он как бы, и в современном виде он появился практически уже немножко позже калмыцкого нашествия. То есть, это народ, который имеет очень сложную, трагичную судьбу. И вот это как бы, это немножко исказило их генетический портрет. Но если вот казахам, говоря, то есть, аутосомные самые близкие казахам это каракалпаки и кыргызы. Это вот самый главный, который происходит. Но если берем мужские линии, то каракалпаки будет чуть дальше, потому что на самом деле у них по мужским линиям немножко отличия большие есть с казахами. По мужским линиям самый близкий будет каракалпаки. То есть, фактически, вот это самые близкие народы. Да. Хорошо. Так, а что касается турков. Вот это я рекомендую всем, кто, в принципе, владеет английским языком посмотреть статью Боязида Янузбаева о тюркских народах и их экспансии в Евразии. Там четко показано, во-первых, что у тюркских народов есть, в принципе, определенный компонент, который сопадает у всех. Но это не значит, что, конечно, все компоненты сопадают, но общий компонент, который можно назвать дальневосточным либо тюркским, он есть. Также стоит отметить, что, в принципе, есть там четкие датировки, когда эти народы образовали в генетическом плане. Я рассказал про казахов в 13-14 век, но большинство тюркских народов там датированы, когда они возникли в том виде, в котором мы сейчас их знаем. То есть, поэтому эта статья, мне кажется, очень прорывная была, потому что она позволила датировать это все дело. Поэтому рекомендую Базит Нинозбаев, тюркская экспансия, экспансия тюркских народов на простор Евразии. То есть, на английском языке есть эта статья. Что касается турков, там, в принципе, есть еще, когда мы говорим, все-таки тюрки, наверное, изначальные тюрки, они были более монголоидными, не европеоидными. И поэтому, как бы, у турков, безусловно, есть тюркская кровь, но также у них есть еще ДНК, которые они взяли от аборигенов, населявших Малую Азию, до тюркского нашествия, до гузов. Плюс еще у них есть компоненты крымско-ногайские, которые происходило большое перемещение нагайцев и крымских татар, которые переехали на территорию Турции, и, в принципе, их несколько миллионов человек там осталось. Поэтому там у них очень сложный этногенез, они, безусловно, нам родственники, но ближайшим айробским казахом являются все-таки каракалпаки и кыргызы. Отлично, хорошо. Так, ну, какая перспектива есть у популяционной генетики в контексте истории Казахстана? Что она может раскрыть? Ну, давайте, это очень хороший вопрос, на самом деле. Сейчас все мы ждем, большинство людей, которые знают, прорыва в плане палеогенетики. То есть мы ждем ДНК золотого человека, батайского человека, берельских курганов, сарматов, скифов, тех же тюрков. То есть, и эти данные, они позволят заново увидеть картину. Ну, часто вот есть такое хорошее выражение, которое используют мои коллеги из московской генетики. Они говорят о том, что главная сенсация генетических исследований – это отсутствие каких-либо сенсаций. То есть во многом генетики они говорят о том, что говорили историки, только уже на более точном уровне. Ну, это то же самое, что человек живет, он знает, что вот тут живет с ним рядом его сын. Но когда он получает стопроцентное подтверждение из лаборатории, он уже как бы тут сомнений никаких не… Из гугл-карты. Да, тут сомнений никаких не возникает. И поэтому во многом те же генетические исследования, они позволяют четко понять и ответить на многие вопросы. Вот, например, была последняя, буквально месяц, два месяца назад вышла хорошая статья о генетике скифов, в которой было доказано, что, во-первых, немножко были отличия между западными и восточными скифами. Это раз. Второе – то, что восточные скифы являются в генетическом плане, в аутосомном плане, прямыми предками тюрков кипчатской группы языков. Вот. То есть куда входят и казахи, в принципе, и кыргызы, и татары, и другие народы. То есть это вот доказали, буквально два месяца назад вышла статья. Ну, это снимает массу вопросов. Да. Ну, и вот можно поздравить, в принципе, одним из авторов этой статьи был наш известный археолог Зенула Самашев. Кстати, шикарная. Были опубликованы, конечно, там много интересных данных, митохондриальная ДНК. По мужской линии, вот, например, человек, который был опубликован, это был берельский человек. Человек с берельских курканов. Он по-своему ДНК совпал, ну, условно говоря, там… Даже вот можно вспомнить, есть некоторые казахи, которые с ним совпали, современные. Это казахи рода Кусевле-Табым. То есть они прямо его родственники. То есть это не является близкими потомками, прямым потомками, но они являются потомками близких родственников его. То есть вот, что отметили. Поэтому палеогенетика, она позволяет очень много увидеть и допросить человека, когда он уже давно умер. Жаксул, скажите, пожалуйста, как палео ДНК поможет нам реконструировать или восстановить историю эпохи бронзы, андроновской культуры? Может быть, гуннов? Да, вот сейчас уже появляются первые тоже результаты по андроновцам, по ямной культуре, которая тоже была на территории Казахстана. Результаты есть по бутайской культуре. Они спорные, но они есть. И по гуннам. По гуннам, по хуннам азиатским и по гуннам европейским. Ну, коротко, что можно сказать? В принципе, бутайский человек, данные опубликованы в виде презентации, но, к сожалению, нет в виде научной статьи. То есть это алматинцы сделали. Ждем, когда это будет в виде статьи. После этого можно будет комментировать. Ну, там я, в принципе, не сомневаюсь в том, что галпогруппа, которая сделана по женской линии, она определена правильно. То есть мы видим, что он больше был ближе к европеоидам по своей женской линии. Но по мужской линии вот непонятно. Спорный вопрос. Поэтому ждем статьи. По андроновцам и ямной культуре выходит тоже очень много интересного. К сожалению, там больше исследовались андроновцы, которые жили на территории Российской Федерации. Там очень много совпадений по мужским линиям с современными тюркскими народами. С казахами тоже есть совпадения, но тоже так, не совсем. То есть вот есть там совпадения с казахами из рода Кирдиры, например. Ну, в принципе, там еще предстоит большая работа. Очень интересная вот ямная культура, которая была исследована, она совпала с нашими боганалун-найманами, которые живут в Жасхазгане. То есть целая масса, целый клан такой найманский, который по ДНК является потомками ямной культуры, которая была на западе Казахстана. Интересно. Также сейчас же мы ждем еще сарматов и скифов. Говорят, что в ближайшие месяцы это будет опубликовано. И по годам очень интересно, потому что на самом деле хунну, они показатель того, насколько уже в древнее время были смешаны между собой народы. То есть была большая статья опубликована «Эгингол», «Могильник», в которой были исследованы разные хунну, и оказалось, что, в принципе, они все разные. Ну, мы знаем, что у хунну было 24 рода, и по мужским линиям они между собой отличались. То же самое, что с казахами. Да, вот мы по мужским линиям отличаемся, но как этногенетический коллектив мы уже давно сложились. То есть хунну, скорее всего, были тем же самым. То есть по мужским линиям были большие отличия, но общий генетический портрет был одинаковый. Ну, должен быть, ага. И по хунну у нас гораздо больше совпадений по мужским линиям. Ну, конечно, там исследований не так уж и много пока, но они показывают то, что все-таки по хунну нужно больше проводить исследований, потому что там мы можем чуть больше найти совпадений по мужской линии, чем по другим. Если брать вот, например, аутосонные маркеры, вот именно связь, то мы видим, что казахи примерно являются действительно наследниками андронской культуры, тех же скифов восточных. Но, получается, они нам дали примерно где-то четверть генофонда. То есть 25%. Вот это такой момент. Другие вот части генофонда, они пришли все-таки более с востока. То есть их можно предположить, что эти ДНК пришли нам от хунну и близких им народов. То есть тут как бы все еще пока на стадии низкого старта. То есть мы ждем. В следующем и в 2019 годах выйдет огромное количество статей, которые покажут картину, которая реально будет отражать историю Евразии. Ну, отлично. Вот интересная в этом плане ДНК нашего золотого человека. Ну, в принципе, я думаю, что не секрет, что недавно останки золотого человека были взяты на генетическую экспертизу. Они были отданы в лабораторию Каппенгаген. Мы ждем, пока эти данные будут опубликованы, потому что на самом деле это очень интересно. Золотой человек является нашим символом национальным. И вот, думаю, генетически, безусловно, не факт, что мы найдем связь по мужской линии, но аутосонно, я думаю, что золотой человек будет близок к казахам. Ну, и не только к казахам, будет он близок к тюркским народам, которые проживают в этом регионе. То есть во многом география определяет и родство. Поэтому, скорее всего, золотой человек окажется родственником и казахам, и кыргызам, и узбекам, и другим народам, которые проживают в данном регионе. Ну, это будет очередной как бы факт, доказательство нашей преемственности. Ну, подождем статьи, потом уже будем говорить про факты. Ну, мне так кажется. Потому что во многом то, что мы видим по восточным скифам, оно показывает преемственность казахов от восточных скифов. А так как золотой человек относился к тем же сакам, то вполне возможно это подтвердится. Будем надеяться. Да. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы посетили нашу студию. Вам спасибо. Успехов. За приглашение. Успехов. 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 Продолжение следует...